СДС и Михаил Медведев, вы делаете очень большое дело. Это совершенно потрясающе. И чрезвычайно трогательно, и, на мой взгляд, совершенно великолепно. Поэтому, дай бог вам здоровья, дай бог здоровья группе компании СДС, физического, экономического, потому что мне очень приятно, что я сижу с бизнесменом рядом, который не говорит о своих делах. Он очень квалифицированно, компетентно и резко, и разумно говорит о творческих проблемах подрастающего поколения. Это колоссально, побольше такого. К сожалению, есть обратные примеры, и такое встречается нечасто, и люди предпочитают тратить деньги на что-то немыслимое совершенно. А здесь великолепный пример того, как можно разумно тратить деньги, спонсорская помощь, вообще помощь в этом направлении, это здорово. Я не устаю об этом повторять. Особенно меня прошибает, когда я вижу ребят из детских домов, участвующих в нашем конкурсе, ребят инвалидов. Не потому что это что-то отдельное, но потому что перед его величеством искусством, перед творчеством равны все. И я хотел бы в данном случае согласиться со своим соседом Михаилом и поспорить с Ильей, или высказать некоторые такие грустные мысли по поводу того, что дальше. Так вот я предлагаю эту проблему, она невинумимо придет тут, если я согласен, проблема содержания твоего творчества, там, литературного, журналистского, да и актерского тоже, проблема какого-то человеческого высказывания, она придет, ты будешь отвечать на эти вопросы, но пускай она придет позже уже к состоявшимся каким-то повзрослевшим. А сейчас, благодаря конкурсу «Звезда удачи», вернее, так, не конкурсу, а проекту, потому что он разрастается, и про это надо говорить отдельно, он становится такой большой, многосерийный, такой в хорошем смысле спрут. А сейчас пускай почувствует свою творческую силу, пускай бутон распустится, пускай почувствует вкус того, что тебя слышат и слушают. В этой связи хочу сказать, что у нас был совершенно, сейчас я такое употреблю, немножко ненормативный, офигенный совершенно был последний концерт весенний. Это было зрелище, чрезвычайно интересное, и очень высокое по уровню талантов. Оно, может быть, не всегда высокое по уровню талантов, но оно было интересно, я так смотрел из-за кулис, потому что я его вёл, но из-за кулис я смотрел на очень высокий уровень почти всех номеров. А в номерах принимали участие люди разных возрастов, от первого до одиннадцатого класса. И меня посетила идея, что это готовое шоу, которое очень интересно смотреть, будучи зрителем, которое можно показывать за деньги, потому что это в некоторых моментах даже просто профессионально, несмотря на то, что ребята там в каких-то секциях и кружках не занимались, а что-то делали просто самостоятельно. И какая-то такая гордость и радость охватывала, потому что когда видишь всё это, это очень здорово. Может быть, не всегда такие концерты у нас будут, в общем, концерт, итоговый концерт, конкурсы «Звезда удачи» — это отдельная вещь, о которой нам надо будет сегодня отдельно поговорить, потому что есть такое мнение, что все должны попасть в концерт. Наверное, мне надо будет, может быть, позже рассказать о правилах игры и о правилах попадания в этот концерт, потому что я знаю, что Кира рассказывала о том, что многие родители недовольны и так далее, но не все попадают в концерт, в концерт может попасть то, что может быть зрелищным в эстрадном жанре. И принципы формирования концерта, может быть, я вам попозже расскажу. Но всё, что попало в призовой фонд во всех номинациях, это было очень здорово. Мне кажется, такой вот был всплеск в последнем весеннем конкурсе «Звезда удачи». И вот это очень хорошо. Что-то ещё хотел сказать, забыл, но, может быть, какие-то будут вопросы. Спасибо, Михаил. Продолжим. Алексей.